Вечерний Ургант это шоу, которое в свое время для многих вытащило представление о телевидении из глубокой ямы. Огромное количество людей по телеку смотрели исключительно вечернее шоу, а если телевизора не было, смотрели его на ютубе. Шоу признавали люди разных возрастов и разных направлений. От артистов и спортсменов до блогеров, политиков и мировых звезд. Все там были. Но несмотря на свежесть и легкость картинки, на харизму Урганта и команду профессионалов, Шоу и раньше бывали тяжелые периоды, но в последнее время как передачу, так и его главное лицо душит с невероятной силой. Вернее, уже задушили. И в этом видео мы расскажем все самое важное и интересное о вечернем Урганте и главное, как и когда за него взялись и начали его душить. Не будем тянуть, но будем благодарны за ваш важный лайк и комментарий о том, смотрели ли вы вечерний Ургант. Мы да. Само собой, вечерний Ургант это адаптированная версия американских шоу, но ключевое значение здесь имеет то, что адаптирована она хорошо. Мало кто знает, что Константин Эрнст, глава Первого канала, хотел сделать постоянное вечернее шоу с Максимом Галкиным, но из-за своих личных предпочтений выбор пал на Ивана. Подготовка к адаптации шоу шла настолько вовлеченно и серьезно, что Ургант с командой отправились в Нью-Йорк, где наблюдали за съемками вечерних программ. Главные звезды вечерних шоу в Америке, стране, где этот формат придумали и воплотили в жизнь, Джимми Киммел, Джимми Феллон и Дэвид Леттерман. Так вот, во время подготовки Ургант в США лично встречался и общался с продюсером Лорном Майклзом, который имел тесные контакты как с Феллоном, так и с Леттерманом. То есть сразу, в 2012 году к шоу не отнеслись как кальки, которые сделают на коленке, но оно и видно. Сейчас мы немного забежим вперед, но после уничтожения программы Урганта спасло то, что он подстраховался и всегда имел стороннюю деятельность и заработок. Ну представьте, если бы у него, кроме вечернего шоу, ничего бы не было. Помимо основного дела, как и кстати в случае Урганта, всегда необходимо открывать и изучать новые направления, даже если вам далеко за 20. В случае чего всегда это дело можно сделать основным. Наша команда считает, и мы вам уже об этом рассказывали, что лучше всего сейчас заняться IT. Мало какая сфера сейчас дает такие зарплаты, возможность работать из любой точки мира и прочие бонусы. Да, в IT сейчас огромное множество направлений, но как в них разобраться и сделать для себя правильный выбор? Специально для новичков, которые хотят разобраться в IT, ребята из Skill Factory разработали классный бесплатный онлайн проект IT Rengen, на котором вы сможете за 5 минут пройти профориентационный тест и узнать, какая профессия подходит именно вам. То есть на основе ваших предпочтений, например, творческие вы или дисциплинированные и прагматичные, лично под вас подберут наиболее подходящую для вас профессию. Вам не придется гадать. А сразу после теста вы получите приглашение на бесплатную онлайн-встречу 8 февраля в 19.00. Где реальные айтишники ответят на все ваши вопросы. Поделятся с вами опытом и покажут 5 самых популярных точек входа в IT. Вы проверите свои силы и поймете, в каком направлении именно вам двигаться дальше. Мне, кстати, порекомендовали Data Science, то есть науку о данных. В подарок вам откроется небольшой курс, чтобы вы попробовали себя в роли самых востребованных IT-специалистов. Направлений действительно достаточно. Тестирование, разработка, Data Science и другие. Для кого это секрет, расскажу, что сейчас одни из самых востребованных работников в мире это как раз специалисты в IT. Причем и в Азии, и у нас, и на Западе. К слову, средний оклад тестировщиков США 72 тысячи долларов в год. Да, это в том числе люди, которые просто отучились у нас и уехали туда и зарабатывают там такие деньги. У меня лично есть такие знакомые, один из них сейчас работает в Нью-Йорке. И очень доволен. Прямо сейчас можете зарегистрироваться по ссылке в описании или отсканировать этот QR-код и пройти тест. Это бесплатно и займет всего несколько минут. Удачи. Зрители даже не знают, какие последствия были после некоторых шуток в вечернем Урганте. Да, мы видим веселого Ивана, потом обсуждение с гостем, музыкальное завершение, ну и какие-то рубрики. Но как бы не так. 14-й год. Диалог между Иваном и Шамилем Торпищевым. Тогда они в шутку заговорили о сестрах Уильямс и Торпищев, а он на минуточку президент федерации тенниса в России, назвал их братьями. Посмотрите сами. Где-то стал олимпийской чемпионкой, была олимпиада, где играла Маша Шарапова с одним из этих братьев Уильямс. И как вы думаете, прошла ли шутка незамеченной? Ну, кем-то может быть, но не на западе. Торпищев был отстранен от работы в женской теннисной ассоциации и награжден, в кавычках, штрафом в размере 25 тысяч долларов. Как думаете, справедливо? Внимание к Урганту и к шоу было максимально сильным. Может, даже кто-то помнит, как мы удивлялись просто новым гостям у него на диване и считали, сколько там у него уже побывало рэперов. Баста, Тимати, потом Оксимирон. Люди действительно ждали новых выпусков. Оксимирон там появился в 2015. В том же году Урган дал понятие о своей позиции к власти. Во-первых, Оксимирон появился на эфире в одежде с принтом маньяка. Во-вторых, песня «Где нас нет», хоть и зацензуренная, но максимально не под эфир Первого канала. Ну и перекрестить камеру в России, сами понимаете. Так незадолго до этого Ургант еще и высмеял губернатора Леонида Маркелова прямо в эфире. А все потому, что тот пригрозил раскопать дорогу людям, да и вообще, приехав к этим людям, вел себя так же, как изображают губернатора в комедийных сериалах, если не хуже. Ургант прямо в эфире его обстебал, изобразив телефон и звонок, который получился смешным. Что вас задело, когда вы общались с жителями? Я в первый раз слышу, чтобы мне так плохо звонили. Никогда так в трубку не ворчали, не рычали. Наверное, мне надо разговаривать с вами тем местом, в котором вы со мной разговариваете, да? Тогда стало понятно и об отношении Урганта к политической верхушке, даже региональной, и оппозиции самого шоу. Кстати, в позапрошлом году Маркелова приговорили к 13 годам колонии за взятки. И еще и штраф почти 300 миллионов рублей. Если кому-то кажется, что это недостаточно, и вы хотите список всех провокаций Урганта в его вечернем шоу, то вот, пожалуйста. В 16-м году Хрусталев с Ургантом высмеяли памятник Ленину в Краснодарском крае. Шутка зашла не всем, и члены партии Коммунисты России обратились аж к генпрокурору Юрию Чайке для возбуждения уголовного дела. А причина – разжигание социальной розни. Если вы не знали, то, шутя над памятником Ленину, вы параллельно разжигаете социальную рознь. Надо сказать, что партия коммунистов пошла дальше и даже направила письмо бабушке Урганта, чтобы она отказалась от внука. Я уже не понимаю, где кто шутит, а кто серьезно. Но все же Урганта в эфире шоу заставили извиниться. Годом позже в вечернем Урганте затронули, можно сказать, святое. Как пародию на телеканал «Спас», вы знаете, о чем он, в шоу появилась рубрика «Телеканал «Спа» о здоровом образе жизни». Какие еще шоу собираются запустить на канале «Спас»? Давай покаемся. Естественно, люди религиозные взбудоражились и, например, протеерей Дмитрий Смирнов призвал людей не смотреть шоу. Но в этот раз без уголовных дел. Оно пришло в начале 20-го года. Тогда, в рождественском выпуске, Урган сказал, что 7 января родился не только Иисус, но и актер Николас Кейдж, а после показал юмористическую фотографию. И да, в конце шоу с музыкальным номером выступил Джизус. Сами понимаете, почему. В православном движении посчитали это оскорблением чувств верующих. Естественно, после чего призвали лишить Ивана российского гражданства, а затем и завести на него уголовное дело. В общем, юмор не оценили. Конфликт удалось завершить после очередных извинений Урганта. Вообще, можно было открывать отдельную рубрику с извинениями ведущего. Я бы рассказал еще одной выходке Урганта коротко, но я расскажу о ней полностью, потому что она невероятно струнная. Пару лет назад тогда еще глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал о том, что космонавтам снизили требования. Ургант это прокомментировал так. Почему судимость по малолетству должна затормозить процесс российской космонавтики? Почему, если человек грабил старуху метро, он не может первым спуститься на Марс? Рогозин в Твиттере обвинил Урганта в плохом чувстве юмора. Тоже зачитаю. При ежедневном введении одного шоу на протяжении 8 лет не только шутки юмор закончатся, но и язык намазолится. Вот и приходится ржать то про религиозные чувства православных верующих, то про космонавтов-героев. Тогда Ургант извинился, опять, сказав, что сценариста наказали. В тот момент вывели мужика в тельняшки и сказали, что к сценаристам просто снизили требования. Вот так и вышло. Ну, гениально. А по-настоящему закрыть программу в политической элите призвали в 21-м году и сделать Жириновский, который был и гостем шоу. Все из-за того, что Ургант пошутил про отношения Жириновского и Зюганова, сравнив их с семейной парой. Тогда Владимир Вольфович сказал о том, что вечерний Ургант нужно закрыть. Возникает вопрос, а почему шоу не закрывали после стольких скандалов? Да все просто. Рейтинги. Его смотрели и по телевизору, и в интернете. Десятки миллионов просмотров. Туда мечтали попасть все наши звезды и приходили мировые. Но куда еще вы пришли? Зидан, Тимберлейк, Райан Рейнольдс, Том Холланд и другие. Не в здоровье к Малышевой же. Финальная точка – февраль прошлого года. Ургант в соцсетях дал понять, как относится к вторжению российской армии в Украину, после чего даже рейтинги программы ее не спасли. Раньше можно было сказать, что приостановили все юмористические шоу, в том числе и Урганта, но спустя год после всех комментариев стало понятно, что решение носит политический характер. И присутствие Урганта на первом канале уже не обсуждается. Да, недавно в сети появилось видео с телефона, где Иван замечен в привычной для себя роли, но нет, это не съемки новых выпусков, это всего лишь чей-то корпоратив. Вечерний Ургант – это яркое, придется сказать, рок-н-ролльное шоу, которое делали с душой, талантом и жизнью. Они делали интересные выпуски даже с неинтересными гостями, говорили об ужасных событиях так, что у тебя не портилось настроение. Это и была главная цель этого шоу, как признавался Ургант. Но, к сожалению, после всех обвинений Урганта из-за его позиции, шоу кануло в лету. Ставьте лайк, если единственное, что смотрели из телевидения, был вечерний Ургант. Если вам это видео понравилось, то настоятельно приглашаю вас в свой Телеграм, там мы обсуждаем самые актуальные и важные новости, смотрим видео без какой-либо цензуры, обсуждаем странные и различные невероятные вещи. Например, такие, как новые видео с Марса или музыку, от которой реально проходит головная боль. Все там есть. Переходите и подписывайтесь, ссылку оставим в описании. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, на связи.